добрый день уважаемые коллеги меня зовут вадим крылов я врач эндокринолог диетолог и сегодняшнего дня мы начинаем с вами обучающий цикл лекций по диета терапии по диетам по питанию и начнем мы с диет мира потому что наши предки издревле а формировали различные системы питания мы должны понимать для чего какие и почему они существуют почему они созданы были и какую функцию выполняют у нас будет три блока сегодня это блок традиционных диет и мы будем говорить о средиземноморской дети диета дождает а про чисто стоп хайпер тенджин а окинавская диета и мы должны тоже понимать что есть система питания такие как халяль и кашрут об этом говорить сегодня не будем возможно мы поговорим об этом в других лекциях также есть популярные диеты такие как диеты плюс и диеты минус это будет тоже на сегодня два блока одеты плюс что-то добавляют это высокобелковая диета и высокожировая диета и диеты минус это те которые что-то убирают а ограничительные диеты либо ограничивают сахара либо ограничивают глютен либо ограничивают животные белки и вы просто ограничивают калорийность и начнем мы с самой популярной самой доказанной самой исследуемой диеты это средиземноморская диета которая сейчас доказывает все больше и больше плюсов для ее соблюдения но об этом мы сейчас раз и поговорим основа пирамида средиземноморской диеты составляет злаковые продукты овощи фрукты орехи семена это основа средиземноморской диеты и многие когда ты говоришь о средиземноморской дети говорят что мы не можем соблюдать средиземноморскую еду потому что у нас мало оливкового масла и мало морепродуктов и это достаточно дорого и так дальше но основа ничего подобного основа это ежедневное употребление злаковых овощей и фруктов которые мы можем употреблять в любом месте рыба морепродукты несколько раз в неделю белое мясо сыр и йогурт и молочные продукты это вершина средняя часть пирамиды и верх пирамиды как мы видим несколько раз в месяц употребление мяса и сладостей красного мяса и сладостей и не нужно забывать о том что посмотрите в самом низу это физические нагрузки семейные обеды прогулки то есть то что и улучшает физическую нагрузку и то что изменяет ментальное состояние а потому что семейные обеды традиции общения они также очень важны для поддержания здоровья потому что средиземноморская диета действительно продлевает жизнь об этом сейчас и поговорим какие же принципы средиземноморской диеты основа еще раз повторимся цельный зерновой хлеб из лаки много овощей фруктов бобовых орехов пять порций в день оливковое масло основной источник жира местное производство очень важно что эти продукты должны расти там же где живут до люди ежедневное употребление молочных продуктов таких как йогурт и сыр жирная морская рыба один-два раза в неделю яйца 34 раза в неделю красное мясо ограниченное количество и лучше всего в тушеном виде запеченным с овощами и злаками потребность в сладком и перекусов исполняются за счет фруктов и выпечкой и сладости употребляются крайне редко основной напиток все-таки вода а не вино тоже что к чему мы периодически привыкаем слыша средиземноморскую диету нет все-таки это вода и вино употребляется в умеренных количествах и очень важная часть это физическая нагрузка ежедневная физическая нагрузка об этом не нужно забывать это принцип как раз диеты хотя казалось бы диета и физ нагрузка немножечко разные понятия но суть одна и как мы уже говорили средиземноморская диета самое доказанное самое исследованное диета и продолжаются исследования до сих пор и ремиссия нахождение на средиземноморской диеты позволяет достичь ремиссии метаболического синдрома почти 50 процентов пациентов и постоянная длительная приверженность данной диете снижает риск развития диабета на 23 процента также во всех исследованиях было обнаружено снижение заболеваемости и смертности от ишемической болезни сердца до 40 процентов общей смертности до 25 процентов а вот онкологические заболевания также до 24 процентов и снижение риска развития инсульта на 13 процентов то есть действительно следование этой диеты продлевает нам жизнь почему же почему же здесь не сильно идет много компонентное состояние много компонентная система огромное количество растительных антиоксидантов пищевых волокон витаминов микроэлементов моно и полиненасыщенные жирные кислоты и употребление полноценного белка полноценного по своему аминокислотному составу и физические нагрузки не забываем в том числе и тоже мы должны понимать когда мы говорим о средиземноморской диете что это все-таки не вино и не оливковое масло основа это 30 процентов рациона это зелень овощи фрукты злаки и бобовые это уже 65 процентов оливковое масло из сладости все-таки это вершины пирамиды и достаточно небольшое количество и рыба сыры и мясо это 20 процентов то есть основа средиземноморской диеты это злаки овощи и фрукты должны для себя понять и посмотрите на пирамиду здорового питания всемирной организации здравоохранения напоминает вам средиземноморскую диету мне кажется да мне тоже очень сильно напоминает и принципы здорового питания они мало чем отличаются от принципов средиземноморской диеты основные добавления это употребляем разнообразные пищевые продукты то есть первый принцип питания должно быть сбалансированным по белкам жиром углеводом микро макронутриентом и должно быть также опыт частые занятия физической нагрузкой не менее 400 граммов овощей и фруктов каждый день и если употребляем спиртные напитки также идет умеренное употребление грудное вскармливание до 6 месяцев обязательное и ограничение соли если употребляем то употребляем ядированную соль а так принципы взятые со средиземноморской диеты окинавская диета или диета японских долгожителей окинава это остров недалеко от основной части японии где заметили выраженную продал увеличение продолжительности жизни по сравнению с японцами что же это такое окинавская диета диеты японских долгожителей она отличается низкой калорийностью 1100 1400 килокалорий в день большое количество овощей употребляется островом окинава жителями острова окинава и корни из корнеплодов идет картофель батат и горькая дыня большое количество бобовых умеренное употребление рыбы водорослей небольшое количество мяса в основном свинина умеренное количество молочных продуктов жиров а и очень важно именно соотношение омега-3 омега-6 употребление жиров потому что не просто мы увеличиваем омега-3 жирные кислоты а именно необходимо следить за соотношением углеводы с низким гликемическим индексом большое количество клетчатки и волокон и умеренное употребление алкоголя на острове окинавы используется пшеничный бренди какие же отличия по сравнению с традиционной японской диетой в дети окинавы больше находится белка и водорослей среднее употребление соли ниже чем среднее употребление соли японии огромное количество биофлавоноидов и самое высокое содержание ликопина в диете среднее потребление зеленых овощей и желтых овощей на 50 процентов больше чем употребляли среднем японцы и большое количество пряностей в том числе куркумы как одного из антиоксидантов продолжительной жизни на острове окинава достаточно высокой выше почти на полтора года чем в среднем по японии и выше чем других странах мира и очень интересно что снижение развития раковых заболеваний выражены выраженная низкая заболеваемость раком за качественными заболеваниями однако было проведено исследование и когда приехали сетевые супермаркеты сетевые фастфуды на остров окинава продолжительность жизни снизилась до средней японской и поэтому сейчас такого анклава правильного питания анклава долгожительства на острове окинава все-таки уже нет но диета окинавская она сохраняется многие исследуют в том числе и в японии если мы говорим о опять же вернемся о традиционных европейских диетах мы будем говорить о американском варианте средиземноморской диеты это диета дашь дает про чисто стоп хайпер тенджин и что они освещают это то что диета формируется именно всем рационам нет от какого-то одного продукта супер полезного второго продукта супер вредного а именно сочетание продуктов чтобы снизить артериальное давление упор управлять своей артериальной гипертензией замедлить или предотвратить развитие остеопороза онкологических заболеваний подагры и нормализовать уровень липидов подходит всем возрастам в том числе и пожилым здесь запрещается употребление алкоголя и выраженное снижение уровня соли до полутора граммов в день и опять же если мы посмотрим на состав и чистоту употребления продуктов нам мало чем отличается от средиземноморской диеты то есть это немного модифицированный вариант средиземноморской диеты и было доказано что исследование среди именно до этого про чисто стоп хайпер тенджин а исследование в 15 когортная включала более полу более миллионный человек снижение смертности от всех причин на 22 процента заболеваемости и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний также на 22 процента от онкологических заболеваний снижение смертности на 15 процентов и диабета на 22 процента где это дашь как и средиземноморская диета в принципе также помогает остановить многие заболевания которые которыми мы подвержены в современном мире если мы сравним а три диеты и и эту российской федерации то мы видим что есть небольшие процентные разногласия но тем не менее что средиземноморской дети увеличения количества жира что выкинавской увеличение количество углеводов и что в дашь дети увеличение количества белка тем не менее если мы следуем определенным рекомендациям мы действительно снижаем риски развития серьезных заболеваний на этом блок по традиционным диетам закончен и мы с вами перейдем к модным диетам следующем блоке мы поговорим о высокобелковой и высокой жировой диете достаточно модное веяние и поговорим о том что хорошо что не очень в употреблении данных диет до новых встреч